МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом мире умереть не ново. Сделать жизнь значительно трудней. Это строчки из стихотворения Владимира Маяковского, написанного по случаю самоубийства Сергея Есенина. Поспорить трудно, как и с тем, что по статистике число суицидов год от года только увеличивается. Причины разные от неразделённой любви и жизненной неустроенности до банальной депрессии. Здравствуйте, дорогие друзья. Не знаю, стало ли вам понятно, но тема нашего сегодняшнего разговора – жизненные кризисы и пути их преодоления. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Расстройство, депрессия, суицид – ищем причины. Существует два пика. Первый – это от 20 до 25 лет, считается. И второй – где-то от 45 до 50. И всё-таки выход есть. Всегда есть близкие, которые могут вам помочь. Но сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, знакомьтесь. Артём Игоревич Григорьев, врач-психиатр-нарколог диспансерного отделения учреждения Гомельская областная клиническая психиатрическая больница. Здравствуйте, Артём Игоревич. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Артём Игоревич, ну, всегда говорить о проблеме суицидов достаточно сложно, потому что намеренное лишение человеком самого себя жизни – это очень тяжёлая травма для окружающих. И многие бессознательно стараются избежать разговоров на эту тему. Путают понятие суицид и парасуицид. Вот давайте с начала беседы внесём ясность в эти термины. Ну, отсутствие ясности в этой терминологии – это не только проблема обывателя. Но с давнейших времён это и проблема специалистов в области оказания психиатрии. Потому что одни специалисты считают, что это абсолютно идентичные термины, другие специалисты считают, что они противоположные, третьи считают, что это одно частное от другого. Но большинство специалистов на данный момент пришло к мнению, что суицид или суицидальную попытку, отличает от парасуицида, именно намеренное лишение себя жизни или желание лишить себя жизни. А в отличие от этого парасуицид, под собой подразумевают чаще всего, это манипулятивно-шантажное поведение или отсутствие этого намерения. Например, нанесение каких-то самопорезов для того, чтобы испугать родственников. Заранее знаю, что к летальному исходу это не приведёт. И ещё хочу ввести в терминологию телезрителей такой важный термин, как скрытый суицид. Это подразумевает под собой замедомо неаккуратную езду на автомобиле, невыполнение рекомендаций лечащего врача, переедание, курение, употребление алкогольных напитков. Статистические данные говорят о том, что профилактические меры в отношении суицида в нашей стране дают определённый результат. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какие меры принимаются в республике и конкретно в Гомельской области по профилактике суицидов. Ну, начнём с того, что есть обязательно нормативная база, рекламентирующая действия всех субъектов профилактики в данной проблеме. Это несколько законов, приказов, которые я перечислять не буду. Была разработана госпрограмма, с которой мы благополучно и успешно действовали. На данный момент успехи заключаются в том, что практически в каждой более-менее крупной больнице, в области, в городе, в любом районном центре работает врач-психиатр, даже в соматических стационарах. Также может там работать врач-психотерапевт. В каждом вузе, школе, детском саду работает социальный педагог, педагог-психолог, который оказывает психологическую помощь не только детям, но и их родителям. Давно уже введена практика заполнения листа суицидального риска в истории болезни при поступлении пациентов в соматический стационар для облегчения выявления суицидального риска врачам общего профиля. Также в профилактике суицидального поведения нам помогает ЖКХ, ограничивая доступ на крыше высокоэтажных зданий, водонапорных башен старых. Очень хорошо развита служба социального обслуживания одиноких и престарелых. То есть этих пациентов постоянно при необходимости навещают социальные работники, организованы практически во всех отделах социального обслуживания населения отделение дневного пребывания для престарелых и инвалидов, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Проводятся сотни лекций, круглых столов, семинаров, вебинаров, которые пересчитать практически невозможно. Этот вопрос стоит на контроле, то есть у всего руководящего состава всех районов, грубо говоря, и области. Ну, говоря о профилактике суицида, невозможно не упомянуть о факторах риска. Давайте на них остановимся подробнее. Ну, изначально это социально-психологические, так называемые, факторы риска. То есть сюда входит стресс, сильно перенесенный человеком, например, увольнение с работы, снижение социального статуса, потеря близкого, какие-то важные личностные, межличностные конфликты, уголовное преследование, в частности. Также это родительско-детские отношения, межпартнерские отношения. Именно нарушение в этой сфере является важным фактором риска. Второе, одно из самых важных, это наличие психического расстройства. Считается, что в той или иной мере у 80 людей, совершив суицидальную попытку, было то или иное психическое расстройство хроническое, либо оно могло быть какое-то временное, коротковременное. Естественно, лидирующую позицию здесь имеют депрессия и алкогольная зависимость. Также важную роль играет одиночество, тяжелое соматическое заболевание, выраженный болевой синдром. Если брать сельское городское население, то по статистике больше окончают жизнь самоубийством жителей сельского населения. Оконченных суицидов больше у мужчин, но попыток суицидальных совершают больше женщины. По возрастным категориям существует два пика. Первый – это от 20 до 25 лет, считается. И второй – где-то от 45 до 50 лет. И один из очень важных факторов – это наличие суицидальной попытки в прошлом. То есть, если человек когда-то уже совершал суицидальную попытку, риск окончить жизнь самоубийством вырастает в разы, на самом деле. Ну, это одни из основных таких факторов риска, которые… Ну, грубо говоря, когда вы говорите о возрасте, это кризис первой половины жизни и кризис второй половины жизни. Да. Но с факторами риска более или менее как-то понятно. А вот какие признаки должны насторожить окружающих в плане суицида? Ну, как, казалось бы, со стороны не парадоксально, но зачастую люди, которые решили совершить суицидальную попытку закончить жизнь самоубийством, они ищут помощи от окружающих и зачастую напрямую говорят им об этом. Например, если взять историю такого известного писателя как Маяковского, который, всем известно, закончил жизнь самоубийством, он написал свою предсмертную записку где-то за два дня до совершения самоубийства. И за этот промежуток времени еще успел пообщаться со своими родственниками, друзьями. то есть люди, решившие совершить суицид, они зачастую начинают прощаться со своими близкими, раздавать какие-то долги, просить извинения за что-то, замыкаться, увольняться с работы по необъяснимым для окружающих причинам. Ну, пожалуй, это вот такие достаточно важные, ну, одни из самых симптомов. Ну, и можно еще нести сюда симптомы депрессии, то есть сниженное настроение, отсутствие аппетита, подавленность, плохой сон, продолжающий достаточно длительный промежуток времени. Ну, то есть, условно говоря, есть такой миф о том, что если человек говорит о том, что он думает о суициде, то он его никогда не совершит. Наверное, получается, что это действительно миф. Это действительно миф. Большинство людей говорят о том, что они хотят покончить жизнь самоубийством. Просто мы их не слышим. Не секрет, что в нашей стране большое внимание уделяется профилактике детского и юношеского суицида. Вот вопрос, который наверняка интересуют родители. А как заподозрить суицидальное поведение у своего там ребенка, да? Ребенка, либо подростка, вот, для того, чтобы понять, что с этим делать? Ну, здесь механизм суицидального поведения отличается от взрослых. Причем у детей, считается, до 14 лет не сформировано еще представление вообще о факте смерти, о реальности, о ее необратимости. Поэтому у них суицидальные действия чаще всего возникают как острая реакция на стресс, либо как защита от наказания. То есть они боятся чего-то и таким способом пытаются избежать этого. У подростков же от 14 и выше, ну, естественно, эта граница немножко размыта. У подростков тут другая ситуация. Они зачастую своими суицидальными действиями пытаются привлечь к себе внимание, либо шантажировать взрослых, партнеров противоположного пола. То есть этими действиями привлекая к себе внимание, показывая в каком-то роде свою значимость для окружающих. Они, простым языком говоря, хотят любви, а не могут другим способом ее вызвать, кроме как нанесения. То есть угрожая родственникам собственной смертью. Но, к сожалению, такие случаи зачастую по неосторожности заканчиваются летально. А есть еще какие-то признаки, на что стоит обратить внимание родителям? У подростков, как это многие считают, ошибочно, но у подростков и у детей бывает депрессия. При таких ситуациях подростки зачастую у них уединяются, стараются проводить больше времени одни, хотя до этого они были компанейские, общительные. Они избегают занятий, прогуливают уроки, у них снижается интерес к образованию, у них появляется чувство собственной незначимости, чувство собственной лишности в семье. Они чувствуют себя отчужденными, неродными в данной семье. Причем они зачастую это говорят родителям по принципу «я вам не нужен, я вам только мешаю, для чего я здесь вообще живу». У некоторых подростков появляются рисунки на суицидальную тему, порезанные какие-то вены. Есть такая ситуация, подростки иногда проводят пробные суициды. То есть они, допустим, не глубокие порезы на венах, а царапают слегка где-то кожу, смотрят, больно ли это. Арсен Евгеньевич, я вот вспоминаю, что когда я учился в школе, была весьма популярна песня с такими словами «С головы сорвал ветер мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня одет лишь только путь, разбежавшись, прыгнуть со скалы, вот я был и вот меня не стало». Но понятно, что тогда это была просто популярная песня молодежная, сейчас-то я понимаю, что это практическое описание суицида. Вот как вы, как специалист, относитесь к элементам массовой культуры, социальным сетям или молодежным движениям, пропагандирующих, скажем так, идеи незначимости жизни либо какого-то суицидального поведения? Ну, вопрос понятен. Алексей, у нас есть такая сейчас вещь, как интернет, которая является огромнейшим источником информации, который запретить как-то, ограничить невозможно практически. Суицидальная тематика в искусстве, музыке, в литературе, в изобразительном искусстве была вечна. То есть, и с этим бороться невозможно практически. Насколько мне известно, нет ни одного судебного иска, выигранным человеком, подавшим на музыканта, на какого-то или писателя о том, что тот подтолкнул его или его родственник как к суициду. Известно всем много творческих личностей, которые закончили жизнь самоубийством. Например, это Хемингуэй, Курт Кобейн, известный из группы Нирваны. Был такой известный писатель Юкио Миссима, который номинировался три раза на Нобелевскую премию. У него была новелла, очень известная по миру, в Беларуси в России она менее известная. Называлась «Патриотизм», где он описывал достаточно красочно, такой достаточно зверский способ суицида, как Харакири. И вот этот писатель закончил свою жизнь именно вот этим способом. Поэтому контролировать данную ситуацию достаточно проблематично. Но как показывает практика, вот эти, ну это чаще всего касается подростков. Подростки с этих субкультур достаточно, крайне редко совершают именно законченные суицидальные попытки. На мой взгляд, больше тревоги здесь вызывает массовые самоубийства под здесь там псевдорелигиозных каких-то деятелей. То есть нам их опять-таки много известно, когда люди там сотнями сжигали себя заживо, хоронили в каких-то бункерах, ожидая миссию. Это гораздо страшнее и гораздо обычно печальнее заканчивается. Но из этого следует, естественно, очень логичный вопрос. А как родителям уберечь от этого всего своих детей? Если доступ к этой информации ограничить невозможно, то что же делать тогда? Да, правильно сказали. Доступ ограничить невозможно. Запретить музыку слушать мы не можем. Фильмы смотреть тоже мы не можем какие-то. Хотя, с другой стороны, Россия пытается же блокировать группы в социальных сетях, которые связаны с суицидальным поведением? Ну, тот, кто хочет, он всегда найдет. Есть скрытые суицидальные намеки. И четко отграничить это тяжело. Но есть, на мой взгляд, один достаточно простой способ. Это своим примером, как родителей, именно примить к своим детям, к подросткам любовь к жизни. Дать им опору в этой зачастую противоречивой жизни. И именно на своем примере показать, что в жизни есть много хорошего, и каждая трудность, она преодолима. Артем Игоревич, еще раз мы поговорили о факторах риска суицида, о каких-то его признаках. И вот о современных, скажем так, проблемах, которые возникают в связи с тем, что у нас информатизированное общество. То следующий вопрос совершенно логичен. А что с этим делать? Куда обратиться? Как себя вообще вести? Стоит ли говорить со своими детьми в отношении каких-то моментов, касающихся суицида? И что вообще глобально с этим делать? Как показывает практика, большинство людей, совершивших суицид, законченный суицид, никогда прижизненно не обращались к врачам-психиатрам, психотерапевтам, психологам. Это зачастую проблема возникает из-за стигмы вообще и недопонимания общества. Мы депрессивные симптомы списываем на какой-то дурной характер, на слабость духа, на лень. Просто вот лопату дай в руки, грядки заставь копать и никакой депрессии не будет. Хотя это зачастую не только психологический, но и химический процесс, который пробороть человеку самому тяжело. На данный момент есть множество служб, оказывающих платную, бесплатную психологическую, психиатрическую помощь. В частности, в каждом учреждении образования, в каждом учреждении здравоохранения есть психиатр, либо психолог, либо социальный педагог. В каждом районе Республики Беларусь и Гомельской области на данный момент практически в каждом есть врач-психиатр, оказывающий помощь квалифицированную. На территории Гомеля есть целая психиатрическая больница с большим штатом, огромным. Функционирует телефон доверия. Да, сразу скажите номер. 35-91-91, который круглосуточно функционирует. Там работают психологи, всегда готовые помочь в кризисной ситуации. Если родители заметили какие-то признаки социального поведения, то есть они видят, что несмотря на их убеждения, ребенок ведет себя странно, по их мнению. В первую очередь, всегда надо ему предложить обратиться к специалисту. На данный момент, согласно закону о психиатрии, мы имеем право оказывать анонимную помощь. То есть вы обращаетесь, говорите, что хотите анонимно проконсультироваться. Психиатр, я абсолютно на анонимной основе, то есть доктор вас осматривает, дает какие-то рекомендации. Есть еще одна такая стигма, как страх употребления препаратов, назначаемых психиатром. Многие считают, что они наркотики, вызывают какую-то ужасную зависимость, делают из человека овощ. На самом деле, опять-таки, это большой миф, зависимость препаратов, в частности антидепрессанты, которыми лечится депрессия, не вызывают. На данный момент существует много этих препаратов, достаточно широкий выбор, и всегда можно подобрать подходящие индивидуально каждому человеку. Эти препараты не принимаются всю жизнь и выводят качество жизни на значительно новый уровень, облегчают вот это вот состояние. Ну, то есть, по большому счету, визита к психиатру, либо к психотерапевту, либо к психологу бояться не стоит. Да. Ну что ж, Артемир Ильич, наша передача подходит к концу. Спасибо за содержательные ответы. Ну и теперь несколько рекомендаций нашим телезрителям о том, как себя вести в трудной жизненной кризисной ситуации. В первую очередь, хочу сказать, что безвыходных ситуаций в этом мире не бывает. Каждый, даже самый тяжелый стресс, самую страшную, на первый взгляд, ситуацию можно пережить. Вся, любая тревога уходит, любая депрессия проходит. Жизнь наша состоит из черных и белых полос. Если у вас черная, думайте, что всегда будет белая. Всегда есть близкие, которые могут вам помочь. Главное искать помощи. Если вы будете ее искать, она вас найдет. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Артем Игоревич Григорьев, врач-психиатр-нарколог диспансерного отделения учреждения Гомельская областная клиническая психиатрическая больница. Говорили мы на тему психологических кризисов и различного рода депрессии. Ну что ж, берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин